Одновременно в 63 регионах России открылась выставка без срока давности. К акции присоединилась и Курганская область. В областном краеведческом музее представлены архивные документы о трагедиях мирных советских людей под властью нацистов в годы Великой Отечественной войны. Эта выставка архивных фото и документов, она была организована в минувшем году, уже в 2020 году, и открыта она была 13 сентября 2020 года в 22 регионах нашей страны, которые оказались под оккупацией в годы Великой Отечественной войны. Выставка была создана по поручению президента Российской Федерации и была признана лучшей выставкой 2020 года в рамках проведения Года памяти и славы. В этом году, действительно, 8 февраля, она будет открыта, эта выставка, в 63 регионах страны, которых оккупация не коснулась, однако даже в нашем регионе есть те, кто стал узником фашистских концлагерей, и сегодня уже, я думаю, вы сумеете пообщаться, либо уже сумели пообщаться с такими людьми. Так вот, выставка представляет и дает в полной мере представление о масштабах фашистских зверств, и организаторы выставки с полной уверенностью ставят вопрос о геноциде советского народа. 75 лет назад была произнесена вступительная речь главного обвинителя от СССР Романа Андреевича Руденко на Международном военном трибунале в Нюрнберге. Из этой речи мир впервые узнал об объеме преступлений нацистов против мирного населения на советской территории. Тот вклад, который внесли наши вооруженные силы, партизаны, наши труженики тыла, достижения победы, он, так сказать, не может быть предан в связи с тем, что время в ровную войну выходит. Куда бы ни уходило время, память о великой тесте войны должна остаться. И в этом отношении, конечно, вот исходя еще даже из того, мне вот как представителю вооруженных сил часто приходится встречаться с молодежью, со школьниками. И, естественно, мы были воспитаны на других, так сказать, принципах, на принципах сохранения памяти. И даже вот после окончания школы, я уже, так сказать, сказал, вся молодежь, я имею в виду мужского пола, стремилась в вооруженные силы. И они действительно выполнили эту задачу. А сейчас, обращаясь вот к истории, ну это и наша вина, наверное, старших поколений, и вина, так сказать, с тем, что сложились так условия со школьными программами, что иногда спрашиваешь о вещах, без тем, вроде бы, так сказать, и простых, а ответить ребята не могут. В общей сложности, в рамках проекта «Без срока давности» только на региональном уровне выявлено и систематизировано около 7 тысяч архивных документов. Это свидетельство преступлений нацистов, а также их пособников на оккупированной территории РСФСР. Посетители экспозиции получат уникальную возможность прикоснуться к подлинной информации, подтвержденной фактами. Посетить выставку можно бесплатно до конца февраля. В планах организаторов сделать выставку передвижной. Через месяц экспозиция переместится в образовательные учреждения региона. После будет открыта в Шадринске.